Губернатор Рязанской области подписал принятый областной думой закон о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Теперь одиноко проживающие, не работающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, могут компенсировать расходы на капремонт в размере 50%, 80-летние пенсионеры в размере 100%. Сейчас меры социальной поддержки на уплату взноса за капремонт уже имеют ряд федеральных льготников. Депутаты Ярославской областной думы освободили на три года жильцов тех домов, которые живут в новостройках. Понятно, что есть закон о защите прав потребителей, закон о долевом участии в строительстве и гражданский кодекс, где предусмотрена ответственность в виде гарантии в пятилетние. Так вот, с какой стати человек должен платить взноса за капремонт, если дом еще находится на гарантии? Я рекомендую и нашим депутатам не отставать от их коллег из других регионов, потому что если здраво посмотреть на вещи, то это незаконно, по большому счету, собирать с людей деньги, если ты проживаешь в гарантийном доме. Взносы на капитальный ремонт стали обязательными в 2015 году. Ряд регионов ввели плату за капитальный ремонт в начале года, другие – летом. Размер платежа устанавливает субъект Федерации. В регионах в среднем 7-8 рублей за метр. Если человек не платит взнос, ему начисляют пение. Введение платы за капремонт, который намечен через 10-20 лет, возмутило большинство россиян. Жители новостроек, которым ремонт не понадобится еще долгие годы, пытались отказаться от уплаты взносов. Но это равносильно отказу платить за коммунальные услуги.